В юго-западной части Мазовии есть такой симпатичный городок, который называется Радзеевице, окруженный живописными уголками бывшего Якторовского леса на очаровательной реке Писия-Гангалина. Благодаря своему ландшафту и оборонительным ценностям в 15 веке здесь была построена представительная резиденция семьи Радзеевских, которая в последующие века привлекала политическую, художественную, интеллектуальную элиту страны. Бурная история резиденции Коклинза объединяла сложную историю Польши. Но, в мой взгляд, конечно же, приковало это изваяние под названием «Ноев Ковтек» с этими животными, выглядывающими из окон. Кстати, внутрь можно зайти, но, правда, немножечко, и тоже заглянуть, что же тут есть. Первым известным владельцем Радзеевицы был Анджей, прародитель рода Радзеевских. Подданный Мазовецких князей, которые в то время не подчинялись королю. Будучи большим сторонником идеи включения в состав короны земель Мазовии, его сын был щедро награжден королем во время правления Зигмунда Старого. Он стал плотским воеводой. Можно сказать, что он нашел Радзеевицы деревянным, а оставил кирпичными. В конце жизни, рядом с деревянным усадебным домом, окруженным укрепленным периметром, он построил кирпичную жилую башню. Самым известным представителем семьи был Станислав Радзеевский, сенатор и доверенное лицо короля. У него были обширные поместья, кроевицы ему принадлежали также Кампинос, Балиму, Великого и Мшону. Его первая жена была близкой родственницей Яна Третьего Сабискева, а благодаря второму браку он стал представителем литовско-русского дворянства. По мере роста значимости владельца, также развивалось и строительство. Расширили башню, построили дворец, немного больше нынешнего. Появилась каменная кладка на фасадах замка и песчаные оконные рамы с латинскими изречениями в восточно-южных частях знания. В Радзеевице писали, что они могут принять более тысячи гостей. Ну и, конечно же, Станислав охотно этим пользовался и часто устраивал грандиозные торжества, на которых в том числе присутствовал и он. После смерти Михаила Радзеевского имение унаследовали его племянники. Семья Порожмовских с герба Беллини, которые продавали его в середине XVIII века. Кубцом, скорее всего, был маршал Франции Лювиндель. Следующие 130 лет поместье принадлежало семье Красинских, которые последовательно его украшали. Был нанят архитектор и по его проекту на месте средневекового здания был построен замок. В не готическом стиле, формы здания кубицким и сегодня видны в интерьере, а фасад дворца почти интенсен фасаду XIX века. Именно тогда вокруг резиденции был разбит парк в английском стиле. А также тут большое количество липовых аллей и прекрасный запах. Сейчас мы с вами находимся в помещении ресторана, который любезно предоставляет возможность прогулки по старинным комнатам этого замка. Но, правда, немного. Целью семьи Красинских было создание интеллектуального и культурного салона Варшавы в Радзиавицах. Во время Второй мировой войны во дворце размещался госпиталь для немецких солдат. В 1945 году Радзиавицей был передан Муниципальному национальному совету, а затем перешло в ведение Министерства культуры. С 1965 года дворец в Радзиавицах функционирует как дом творчества. Ежи Вальдорф проживал здесь на протяжении 30 лет. Сегодня во дворце также находится крупнейшая в Польше выставка работ Юзефа Хельмонского. Также организуются многочисленные театральные представления, мастер-классы, мероприятия под открытым небом и концерты, в том числе и ежегодный летний фестиваль Ежи Вальдорф. Ну а на этом мое путешествие подходит к концу. До новых встреч в моих новых видео. Пока-пока!